всем привет дорогие друзья мы продолжаем прохождение wasteland 3 собственно мы обрели новый дом в этом разрушенном бункере который остался после бомбардировок сша и направляемся в город я так понимаю по заданию шериф тебя подожди где у нас журназа да не вижу так пока мы только до фанатика должны качаться чтобы велора фанатика до девятого уровня чтобы попробовать одного сынка вернуть бате на запуске ключевых элементов найдите персонал штаб рейнджеров надзирателя в карцер врача начальника сложения в арсенала механиков гараж шерифом дэйзи который руководит шерифами колорадо центре колорадо спринс так а дальше то же самое надо шерифом поговорить так ну погнали в колорадо спринс отправиться в пешеходной дорожке центру колорадо спринс пока да на карту мира нам не надо слушай большая игра я думал что все как-то более или менее коридор не будет чем даже по сравнению со вторым вейсландом но до масштаб увеличился конечно но интересный интересный какой должен быть фолочь примерно так эта игра выглядит третьим примером ничего себе там движуха смотри идет мы рейджер работа на тех кому нужна наша помощь почему даже не знаю за что его арестовали в ничем не говорит сказал что стыдно я знаю что вы оставали что-то плохое но сказал что никому не причинял бреда возможно он вам расскажет кто он? Остин Пис худенький мальчик на площадке а не голый или чё? в шлемах животных? так давай с Пизом поговорим подросток тощий бледный волосы растрёпанные грязные лицо худое от голода как только он замечает вас вооружение лица обнимается извините я не хотел не хотел показаться грубым просто слишком задумался за что шерифа арестовали? банды с ранен выдали нас с мамой и собственно домом потеряли все я слышал здесь люди богобоязнен и решил что нам тут найдется место потом появились дорси они поделились с нами едой и добротой потом предложили устроить беспорядок мама бы точно мне этого говорила нужно было с ней посоветоваться но я и подумал чего такого ведь никого не убил только разбил пару окон давайте представим что мы можем тебя освободить что можешь предложить взамен магистрат суровый мужик хотел бы не поверить если вам удастся спасти меня не причинить никому вреда я готов на все денег у меня нет но если решите принять меня в свои ряды то могу отправить отплатить тяжелым трудом ладно так а с кем него надо поговорить мы не будем брать если это слишком опасно для вас маршалл может быть я должен поймать туда сам шериф Дейзи шериф шериф да, но... депутат как долго шериф будет работать? так это шериф это конечно же будет сильная женщина да ну что же вы должны быть рейнджера я здешний шериф но вы можете звать меня Дейзи старик Саул сказал что вы шайка суровых головорезов полагать насчет Нолитодорси вы уже наслышаны так что не буду донимать вас скучными подробностями достаточно сказать что мы их хорошенько вздули а уцелевшие засели в саду богов с несколькими заложниками награда назиратель карцина надо выяснить как они попали в город вышибить из них ликовечной дерьмой спасти заложников верно? да, Квон! я слышал что теперь что-то вроде дипломата старик Саул забирает у меня людей даже не спрашивает сначала типа допросить окей да я люблю пострелять типа спасти заложников в идеале возьмите с собой мисс Вессон она мне уже всю клиш проела да знаете я настаиваю окей а я могу как-то с ней поговорить мисс Вессон на рыночной площади а с кем мне здесь поговорить за малого того? мисс Вессон could you I'm sorry I have to sorry about that шерф Дейзи сказал что вы можете общаться к ней в любой момент можете не спрашивать моего разрешения спасибо ну вот она не знаю почему шерф Дейзи не выделила мне своих людей но выбирать не приходится мое имя Луси Вессон я дочь Персибалю Бессона и Марию Райс из числа спасения начинаются понты они и некоторые из наших близких были взаимодействованы и я имею в виду Дорси что такое сад богов мне это неинтересно прежде чем мы куда-то пойдем поговорим о твоем боевом опыте шерф Дейзи сказал что ты знаешь с какой стороны из пистолета вылетают пули это так? она отлично знает что отец зашел меня стрелять у двух силенок я лучше стрелок в городе нас не волнует как ты стреляешь мы ребенка в бой не возьмем ребенка? сколько детей вы видели которые за 20 шагов могут выстрелом на пусть лошади согнать? ладно принято хорошо а я по идее не мог ее не принять да реально ребенок с револьвером Лоуси ну да наблюдательность большая и навык хороший ну да наблюдательность большая скрытие замков четверочка а я не могу у меня скильчика нет чтобы в арсенал ворваться ладно вот у нее есть у нее параметры координация ладно шериф квон в принципе он у нас как лидер идет да? бафает так ну ладно ну я не понял как можно поговорить с за пацана за пацана а вот он да магистрат угрюмый мужчина с мрачным удовлетворением взирает на колодки мы почти не судили шериф квон все тот же наглец как я погляжу рейнджер я магистрат такой-то о вашем появлении мне уже известно хорошо Остин Пис говорит что никого не убивал что требует чтобы его освободить он все же совершил тяжкие преступления участвовал в мятеже Дорси на нее существенный материальный ущерб однако представьте ваши аргументы я могу проявить несовершение жаполис 4 не хватает что если рейнджеры оплатят причиненным ущерб возьмем мальчика на пору 200 баксов в колорадо доллаз ладно просто забавки освободила лана Остин Пис ты свободен мы договорились с магистратором тебя отпустят но теперь ты будешь работать на нас что серьезно вы правда спасли мы жизнь да чистить оружие мыть туалеты что угодно такие нам нужны новобранцы спасибо 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 маман мы спасли я вам всем расскажу что вы сделали его сына спасибо спасибо да нет спасибо детьми эти унитазы так так собственно нам надо сейчас в этот сад правильно мистерскую нельзя покрыть нам сказали факов блин а во второй части прям таких городов урбанистических и не было была везде просто полная жопа разрух атака на колорадо спринг махается дворец патриарха то есть мы просто черни который туда не пустят да богатый район опа там куча мусора дневник брэйди загадочный предмет дурси долбоклювы убирайтесь оттуда пожилой мужчина кричит в сторону расположенного неподалеку магазина размахивая дробовиком да замолчи же джойси нельзя тебе тут одному убьют тебя думаешь а сам не сдвинул я не таких в свое время котов да когда я еще всю жизнь был лавочкин 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 помогите мне там старику после головы мозги вправить а ежели пойдет в дорсе воевать он же там убьется давай лучше мы займемся там спасибо вам коль вы это сделаете обещаю вам хорошую скидку у себя в лавке если у меня к тому времени еще будет лавка куда сюда да изи вообще черт жалкоземельцы мы думали он все помер назад просто залетаем ближе не подходить джаполистри придурки вы засели в магазине одежды смените прикид и провалять из города изи файт просто их просто выпустят да ну наверно их там у гандоша не спасибо еще раз что разобрались с этими дорси не за что так я могу с ним поторговать нет не потом типа ладно вскрытие замков пятерочка у меня левела нету у девочки надо было не размазывать а подождать до момента пока вот эти все в пати появятся им скиллы пораскидывать а ей максить допустим вскрытие замков и вскрытие компов ну ладно ну ладно ну ладно ну ладно так давай посмотрим как трейд выглядит понятно так это мы оставим в принципе что нам надо подхил в первую очередь есть у него не вижу батончики только есть всякие а сникер знает что трейдмарк используется в из внутри не давай пока не будем принц блин реально большой город отлить на сугроб никогда не ешьте желтый снег это музей типа да это музей типа да механический орел меня зовут орлано это колорадский музей наследия сиула бьюкинна или как я предпочитаю называть его мое ордовое кнездо понятно форма солдата армии монстров банды терроризирующий колорадо до тех пор пока патриарх не одержал на дни веры а генератор запустим да запустим там дискотека какая-то началась рады рады приветствовать в колорадском музее наследия саула бьюкинна лазерное оружие лазерное оружие ну прикольно 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 так чё тут вопрос горит может быть сюда квас какой то еще приведет ну полутала я нормально изглянешь у них тут у легавых и у дорси эти легавые мои товарищи допустим что это не вы их убили но вам придется положить обратно все ценности и уйти да хрен из два у нас теперь вон оставало и патроны и легавых мы больше не слушаем хорошо наконец-то fight уже диалоги эти ах нет уже конечно классный вопрос мне хочется и слушаю сразу и врагов больше стало конечно у нас тоже пати так я по идее могу вот так вот зарядить час нормас тяжелое оружие но это колодки скилл эти скиллы заряжаются у всех типа особая не да так у меня хватит тогда еще нет ни хера мимо но я думаю сейчас дед у гандоша нам я не в в в в в в в в Так, ну она покажет нам скилл свой стрельбы из револьвера, за пределами дальних сигнализ. Да, лутать я не хотел, я хотел подойти и стрельнуть. Да, скилл есть. Так. Вскрытие замков в четверочку. Уже по Лиза, конечно, дальше качать. Работа с механикой. Давай пока так. И интеллекта больше качнем, чтобы больше нам очков-навыков давали. Так, я могу талант один выбрать. Быстрые ячейки, плюс один броня, плюс два телосложения 35, уклонение 5, сопротивление к риту. Такое себе. Не, я эти очки оставлю. А ему что взять? Хрен его знает. Дальше тяжелое качать. Давай пока оставим. Надо бы, кстати, еще кого-нибудь на энергооружие, чтобы тоже было, потому что роботы, я так понимаю, пули очень знатно глотают. А вот если электрожахать, то... Передача хрипит, затем вы слышите женский голос. Что с вами так? Разве не знаете, что город закрыт? Я никому не открою дверь. Понятно. Так, а можем карту просто глянуть? Чтоб понять... Площадь, да, участок. Лавка, рыночная, музей, сад богов, да, сверху. Так, надо эту подхилить. Школьницу. Подожди, у него штурмовая винтовка. Это получше будет. У нее снайперка. Так, ну в принципе у нас больше нечем улучшить. Автоматическое оружие тройку, чтобы эту лучше взять. Не надо, пусть она будет лучше на скиллухе тащить. А, это дискотека в Барчелле была? Подожди, а как мне туда пройти? Шесть надо вскрыть. Шериф Лупинский. Холмус, у вас пополнение, вроде как из военных. Как бы не хотелось выбивать дерьмо из вас. Блин, умник, шериф Дейзи распорядился вас спустить. Так что давайте. Ой, спасибо. Черт. Да, погнали. Сад богов. Гасить рейдеров. Меня слышат, кто-нибудь из города ответь. Говорит, Беллами Уорд. Я здесь саду везде, Дорси. Я засел на высоком уступе. Сможете добраться до меня? Это Ренжи же сидит тихо, да? Слава богу, я откликну вас, когда вижу, если будет безопасно. Эй, ты там на уступе, руки вверх. О, нет, они нашли меня. Стой, а выключить как? Чтоб меня не обожгло. РПГ-7, найс. Блин, ракеты дорого стоят, боеприпасы. А давай я ему, наверное, возьму сразу. Эй, откуда вы взялись? Валите нахер отсюда, сдохните, да пошел. Можно, кстати, было бы их договор... Уговорить, типа. Ладно. А того я задеваю? Да, в принципе, минус 3 можно сейчас сделать красиво. Давай. Нормально. И, блин, это ж это... Я подумал, это милишник, он такой же здоровый. Блин, послал подругу на смерть прям. Мимо. И все, аудэ нету, нихера. Чуть-чуть не хватило, жаль. А не достает? Давай сюда тогда. Ну, минус 3 мы сделали. По крайней мере, одним залпом. Слайсер задоджил, но не эту, да? А, ну, перезарядил еще я там. Найсер. Ну, все. А у него еще тут есть громовой удар. Жесть. Ну, снайпер зарешал, да? Эта штурмовая достанет? Нет. Эта должна достать. Найсер. Молодой же ты меня спачкан крови, дрожит от холода. Ой, боже, вас спасал патриарх. Простите, простите, я должен был вас предупредить. Там дальше между скальным городом еще больше, Дорси. Белами, посмотри на меня. Ты везал моей семьи, а не здесь. Луси, я думаю, что ты со своей семьей. Слава богу, что я ошибался. Слава богу. Они удивили заложников дальше. Да. Если что-то сделать с моими родными, я их всех прикончу. Да, так и нужно. Я расскажу все, чтобы помочь. Хоть этого мало. Но, прощай. Ты спасла мою жизнь. Я не забуду. Винтовка пехотного снайпера. А у меня, кстати, тяжелая, так и нормально не найду. Я хожу еще с самым первым, который был. Так, наш снайпер, вот он. 51, 57, а у нее какая? Да, это получше. Ну, конечно, ноунеймов этих лучше поубирать и оставить уже каких-то именных персонажей. У нас получается два ноунейма, шериф и девка с револьвером. Слайсера приоденем. Давай именных, в первую очередь. Поодеваем. Так, вхолим ей. Вот так вот. И снайпера тоже вхолим, потому что мало ли дальше пожестче будет. Режим атаки быстро на Y можно выбрать, то есть и начать файт. Таким образом, я понял. Осколочные мины. Я минер. Так, починили. Пусковое устройство. Замерзший хорек. Чудная наука. Тип боеприпасов. Замороженные хореки. Книга навыков на рукопашку. Оставим, может быть, мы именного какого-нибудь милишника найдем, а не этого ноунейм деда. Замерзший хорек рецепт можем делать снаряды. Но надо чудную науку. Блин, почему характеристики нельзя перекидывать? Эх. Подожди. Штурмовую я взял только один раз, правильно я? Автоматическая, да. Я лучше чудную науку бы взял. Она будет у нас по высокотехнологичному оружию, специалист. И мы ей возьмем пусковое устройство, стреляющее с замерзшими хореками. Вот эта тема. Требуется питание, в смысле я ждал питания, или еще? А, солнце надо. Так, подожди, как от... Отсоединиться? Вот так. Создать нового персонажа. Вам присвоен аватар в виде кукурузного початка. Генерация имени якобы соматическая, но вы сомневаетесь, что имя... Белокуруз случайно. Всезнайка 3, посмотрите файловую структуру. Сад белыми. Похоже, это белыми полностью вас создал в игре свою мастерскую. Вы замечаете только одно отличие. Компьютера нет, а электронный сейф подключен на прямую к генератору. Вы запускаете белым... Меландию 3, ваш овощной аватар ремонтирует генератор. Компьютера нет, а электронный сейф подключен на прямую кукурузу. Так, походу... Судя по звуку, походу здесь без РПГ не обойтись никак. Ладно, шериф уже попал в зону. Слушай, ну да, вот повелителя зверей бы засадить... Засадить бы снаряд, было бы... Найс. Ладно, давай ты сюда. Блядь, дефенс нахуй. Танкуй, дед. Нихера си он. Блин, ну надо сюда, наверное, стрелять. Давай. А сколько речардж? Четыре АД одного не хватает. Что ж ты будешь делать? Ладно, прячем оружие и пробиваем в елочку. Ну, как-то так. Так, стреляем хорьком. Мимо, да что ж ты. Так, отдыхай. И, наверное, в эту сторону мы двинемся. Так, снайпер. Давай выключим вот этого. И... Чардж тоже не хватает. Блин, ну этот загасит в следующем ходу кому-нибудь очень нехерово, потому что нет у нас... Ничего, тут тоже все перезарядка. Сквозной выстрел. Не, как-то так себе. Не, как-то так себе. Ну, давай в него. Да, не слабо. Слушай, он мог бы подбежать снайпера убить. Хрен его знает. Какие-то немножко... Один урон. Просто продолжаем дальше избивать его. Ну, а что мне перезаряжать РПГ хуй? Блин. Да е-мое, а. Вообще не то нажало, просто общий ход. Я думал, блин, Б задержать, это просто закончить ход за него. Нормас просто, сейчас получу. Ну, усложняем задачу, слишком изи просто. Ну, ярость у нее неплохо работает, кстати. Когда кто-то умрет. Е-мое. Так, с замороженным харяком. Давай в этого лучше. Понятно. Блин, он должен был в прошлом ходу этого убивать уже. Достаточно ОД. Давай переключимся на рукопашку. А еще хватит? Нет. На того, достану? Нет. У меня, кстати, последний снаряд остался. В РПГ-хи. Но мы ее перезарядим на следующий файт. Давай ее просто поднимем. Как раз она будет ходить. Но я думаю, сейчас дед разберется. С этой проституткой. Да, ну раньше бы, конечно, закончил, если бы ход не завершил просто. Кстати, аптек-то, и не так уж и много осталось. Сейчас чуть-чуть подлечить одного, второго, и все, собственно. А, у деда первой помощи нету, чтобы себя лечить. Прикольно. Только я сик. Тихо-тихо-тихо, не надо стрелять за ПБ. Массовое захоронение. Изъявлено всего не обугленного мяса и жженого волоса. Думячьи тела скорченной агонии. Понятно. Взгляд Лусью стремляется на тела. Побелевшими пальцами она стискивает рукоять оружия и дышит часто неглубоко. Не трогать. Наделась, что у нас духа расправляет плечи. Я не знаю, здесь они или нет. Я не могу. Идем, давайте найдем чудо, сделавших это. Восприятие один. Распорядь тела внимательнее. За краем яма лежит, судя по размеру труп ребенка. Похоже, он что-то сжимал в руках, будто пытаясь защитить или спрятать. Взять сверток из рук. Это была одна из дочек Шейлера. По-моему, думаю, нам нужно. Не нужно ее трогать. Это очень похоже на ограбление могил. Все равно здесь сверток. Вызвлекая сверток и сжимающийся из-за бугленных детских рук и забирайте то, что внутри. Отойти от ямы. А что там внутри-то будет? Подожди. Какая-то книга, по-моему. Ну давай штаны разведчика вначале оденем. Может быть, потом это где-то нам зайдет. Так, параметры. Координацию дальше качать. Да, давай дальше координацию. Навыки, тяжелое оружие. Пока не спешим. Может быть, эта книга где-то нам пригодится. Она кому-то будет передать. Коктейль молота. Я, кстати, так и не понял, как гранаты кидать. Они вроде в подсумки, но... Способности. И все. Исакрит. Безупречно сидящая одежда этого юноши расшита по последней моде. Меня зовут Исакрит. Я с лица предлагаю вашему заговорочную капитуляцию. Сообщаю вам, что злодеи проникли в город при помощи организации фораном Брайгу. И... Исак, как ты мог сказать с этими людьми? Где мы родители, мы маленький братик? Они в могиле. Мимо которой вы прошли по пути сюда. Луси, я им не пришлось страдать честно. Детка, слушай. Я же не хотел всего этого. Вот сука. Закрою рот прямо сейчас. Вы что, детишки помогали Дорси? Мы думали, что правильно. Дорси обещали, что мы сможем свернуть патриарху. Мы ничего не говорили про убийство заложников. А как же другие люди, которые они били? Или это тебя тоже устраивалось, Сар? Окей, вот you, Айзак. Просто расскажи, почему те люди погибли. Это милистовичнили Дорси. Он разыскивал твою семью с семью, поэтому я и вытащил тебя из дома до начала. Я не хотел, чтобы потому что случилось. Поэтому позволил дикарям похить и убить мою семью. Но ведь ты живая, Луси. Разве не понимаешь, ты живая? Именно это для меня важнее всего. Где сейчас не или Дорси? Он сбежал. Взял несколько машин, направился на запад города. Дорси действует самостоятельно ли? Кто помогал? Проникой городом помогла банда Фарана Брайга. Но я не знаю, как и почему. А еще я послушал, как Ники говорил что-то о Либер... Либерти Бьюкенни, дочери патриарха. Думаю, она собиралась напасть на Колорадо Спрингс. Почему ты это сделал, Исак? Мы уже 50 лет находимся под пятой патриархой. Говорим, что в углове стоят 100 семей, но на самом деле правят только его семьи. Я слышал достаточно, если я не могу тебя покарать лишь за предательство моей семьи, то за измену могу. Именем патриарха я выношу тебе приговор. Прошу, Люсия, я сделала это ради тебя. Я лишь хотел помочь построить лучший мир для тебя и для всех нас. Я согласен, блядь. Давай, девочка, он просто мусор. Пуля пробивает ему живот, он упрокидывается с его губ, срывается капли крови, а вокруг медленно располагается алая лужа. Он поворачивает голову к Люсии, в его взгляде видна агония. Умирать ему придется долго. Закончи дело, девочка. Ты хотела забрать жизнь, так забери. Убить Исака вместо нее. Пусть истекает кровью, лучше смерти он не заслуживает. Да, были бы на стриме решили бы вы судьбу его. Но я считаю, что там как бы типа детей сжигали, всякое такое, черти. Хотя патриарх тоже мутный черт, мне он не нравится. Но, по крайней мере, он вроде как пока предварительно детей в ямах не сжигает, поэтому пусть истекает кровь. Кстати, его могут подобрать, может вылечить, он потом сделает из него киборга, и он вернется мстить нам. Ну, как в классике жанра. Она поспешно отходит, оставляя его с тонущим в снегу. Ой, боже, как больно. Вы психи, вы убили Исака, вы всех нас убьете. В смысле? Даже так? В смысле, у нас школьники напали местные, местная богема. Но у меня для школьников есть подарочек. На этом уровне сложности, кстати, своих не ходят, поэтому жрите. Да, только ради этого стоило тяжелое оружие качать. Так, пойду в ёбыч пропишу, шкили эту. Не буду харька тратить. И этот пиздюк познакомится с гаечным ключом деда. Изи-катка. Группа НРГ-1, вас запрашивает штаб рейнджеров. Ответьте, мы получаем сообщение о стрельбе в саду богов. В точке вашего последнего выхода на связь. Доложите обстановку приём. Мы разобрались с Дорси, выживых нет. Мы перебили всех тварей Дорси и отпрысков 107, что им помогали. Может, не стоит особо распространяться над тема убийства отпрысков 107. Конец связи. Согласен, ничего не было. Смотри, все прибабли, а. Да, но это мне понравилось. Не, в целом крепкая, крепкая RPG. С графенем есть вопросы, но может из-за того, что на консоли я играю. Хотя, что тут резать-то? Резать-то тут нечего. Ну, в целом, да. Выбор музыки в файтах, ничего. Сами файты вполне себе. Добротная пошаговая боёвка. Плюс сюжет достаточно интригует. Интригует, поэтому... Это там псево. Мы, кстати, могли обойти и взорвать, по идее. Да, типа, поджечь их всех, там, обойти с той стороны. Но там, типа, с собаками надо разобраться. Я не хочу с собаками разбираться. Можно было таким образом этот файт закончить. Ну, ладно, двигаем дальше. Может, кого-то еще выжившее найдем. Хотя, вроде как, нет. Мы уже доложили, типа, все. Центр Колорадо Спринт, обратно, возвращаемся. Ну, кстати, я говорил, типа, мир большой туда-сюда. Но все равно коридорность какая-то наблюдается. Вы дали мне застрелить его. Никогда ни в кого до этого не стреляло. А сегодня застрелил своего парня. Бывшего парня. В смысле, это ты гандошил этих рейдеров. Я убил его, я по-настоящему убил его. Поверить не могу, он мертв. Ты что, должен остановить был его? Эти по его должны судить будут в городе? Ну, можно было бы так сделать, конечно, по-правильному. Какого хера? RPG7. Не вини себя, это мы сказали тебе выстрелить в него. Ты добилась правосудия для своей семьи, так она этого и хотела? Я, да, но это правосудие. Не нужно было убить именно Исака. Я должен найти тех, кто свел в этот путь. Те, кто по-настоящему в этом виноват. Нелли Дорси и Либерти Бьюкни, поможете мне найти их. Вы можете рассчитывать на меня и на мое оружие. Дам поможем, замену нужно следовать приказам, как обычный рейнджер. Конечно, хорошо. Вы об этом не пожалеете. Сначала нужно разобраться с Неллием Дорси. Исаак сказал, что он отправился на запах в городе Саней. Он направился на один из военных горнолыжных курорт. Хотите, не думаю, что мы готовы к встрече с ним. Он окопается, да и его лучшие люди при нем. В саду остались только мелкие сошки. Мне кажется, что она согласилась следовать приказам, а не давайте. Вот именно. Шериф мне нравится, молодец. Подъебнул. Школьник. Бля, это что за говно-то на мину прямо в центре гухарда. Мы разминировали собой, чтобы магазин открыть. Ё-моё. Не за что, ребята. Я... Ё-да. Школа саперов. Пустынных рейнджеров. Ну, слушай, у него выбрал оружие большое. Ну, правда, она такая бичеватая немножко. Лазерный пистолет. Неплохо. Так, а пожрать мне еще не туда? Лазерный пистолет. Это кто? Статуя Патриарха? Это классика. Ладно, пошли сдавать квест. Или нам этого не надо делать, подожди. Вернуться к шерифу Дэйзи, да. Сладкая парочка. Да, кстати, мне надо брать уже пулемет, потому что у меня ракеты нет. Мне нравится ваш подход жизни, рейнджеры. Я попросил у вас об услуге, и вы ним пора подкачали. Дорси в моем городе больше нет, и люди могут ступить за порог, не боясь, что их подстрелят. Как-то из моих людей не было уверено в расчет, но я вижу, насколько они ошибались. Старик Саул всегда зрит в корень. Мы с вами играем на одной стороне, правильно? Пока не забыла, позвольте вам представить Хоуп Эмберсон. Она услышала, что в городе хочет к вам присоединиться, правильно, Хоуп? Это кто такая? Очень приятная рейнджерная заведовала каталажной в городе дружба на восточном границе Колорадо. Подумал каталажкой, каталажкой. Короче, она будет насмотрщиком в нашем лагере. Некоторое время за дружбу, почувствую, раскатили собиратели шваны. Да, с некоторых разногласий о преступниках, туда-сюда. Спасибо за рекомендации, нам действительно нужен человек на эту должность. Добро пожаловать на борт, Хоуп. Так, у нас тюремщики есть уже. Как Дорси проникли в город? Похоже, что им помогала банда Фарана Брайга. Исаак Крид сознался, что помогал им, что в город их впустила банда Фарана Брайга. Мне в жизни не понять, зачем патриарх разрешил этому крысенышу устроить здесь свою лавочку. С тех пор от него одни только неприятности. Так что ничуть не удивлюсь, что он снюхался с Дорси. Вообще-то у меня было подозрение, что он тут замешан. Так что я отправила своего лучшего человека в его ночной клуб «Маленький Вегас» поискать какую-нибудь зацепку. В казино пойдем. Я начинаю волноваться, да? Он не вышел на связь. Скажем, что если я предложу вам посетить «Маленький Вегас» и проверить, как он там. И если вы вдруг найдете доказательство того, что Брайга пособничал Дорси, я не возражаю, если вы надените на гады наручники и притащите сюда. Окей. Прищусти меня, Брайга, я сделаю так, что в вашем штабе будет лучший арсенал по эту сторону Скалистых Гор. Оружие, аммо, армор, бронежилеты снила. Найс. Сотрудник, которого я отправила в «Маленький Вегас» зовут Дальгага. Он человек семьи, но и лучший инспектор из тех, что у меня есть. Вытащите его, я снова перед вами в долг. Договорились. Но... Ну да, бодренько, бодренько. Мне по душе. Собственно, в казино. В следующий раз мы стартуем. Но в следующий раз. Всем спасибо за просмотр, друзья. На связи. Не забывайте чекать описание. Всех обнимаю. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok